Большинству из тех, кто в зале и тех, кто на сцене, как и большинству героев повести Бориса Васильева, в списках не значился не больше 22 лет. Вот только впереди у современных студентов и школьников приятный уикенд, а у тех, кто встретил войну в 41-м, годы потерь, слез, мужества и отваги на пути к Великой Победе. Ваша задача ворваться в костел и ликвидировать автоматчиков врага. Ясно? Ясно, товарищи. А ликвидировать чем? Винтовки, пештыков? А у меня и вовсе нет. С лупами рви! Возьми вам кирпич. Зачем глупые вопросы задавать? Молодой лейтенант-пограничник после военного училища приезжает служить в Брестскую крепость и попадает в самое горнило войны. Здесь, в огне войны, он обретает друзей, встречает любовь, веру и героизм. Этот гарнизон становится для него первым и последним. Очень были трогательные моменты, когда герои вспоминали и к ним приходили образы их близких или же погибших друзей, знакомых. Вот эти моменты были очень трогали за душу. Ты как будто находишься внутри вот этих событий и ты переживаешь точно так же вот эти события, которые испытывали молодые люди в те годы, в то время. Ну это что-то непередаваемое. Все эти события, ну это, конечно, это очень страшно. Что сейчас показали на сцене, это, ну, неописуемо. Это одни эмоции. Меня даже несколько раз пробивало не в дрожь, а уже в слезы даже. И, ну, это очень хорошо, красиво. После спектакля, когда обычные зрители покинули зал, девять пар конкурсантов из ставропольских вузов пригласили на встречу с актерами. Им, конечно, было о чем поговорить и о том, как удерживать атмосферу спектакля, где брать энергию для новых работ, как создается образ на сцене. Но главное, о чем этот спектакль, они поняли. Чувство Родины – это такое, такое загадочное и великое чувство. Оно так объединительно, оно так, вот сейчас, ну, к примеру, вот с этой самой нашей Олимпиадой, да, поехали только молодые ребята. Как они, как они за страну, за свою, за Родину, понимаете? Это потому что вот так воспитаны, потому что это наше, не трогайте, не разрушайте наш мир, это наше. У нас есть кому его защищать. Такие спектакли надо еще нести зрителям, особенно молодежи, чтобы они смотрели и понимали, как это страшно, что такое война, что это очень страшно. Чтобы никогда не воевать, жить в мире, жить в любви, быть добрым, хорошим. Не самая главная победа в этом конкурсе, главные те эмоции, которые они получат, те знания и навыки, которые они получат, тот обмен опытом. Ведь все из них достойные ребята, и они знакомятся, обогащаются. Я желаю им становиться лучше, вот, посредством таких конкурсов. А конкурс «Мисс и мистер студенчества Ставропольского края» продолжается. Впереди кулинарный поединок, творческий этап и сдача норм ГТО. А победителей ждет поездка на российский финал, на Черное море. В Севастополе в июне, планируется тоже, это очень знаково, на день России, 12 июня, в Севастополе, в городе русских моряков. Вот, будем надеяться, что Ставрополь в Севастополе себя покажет очень достойно. Ставропольский край – родина конкурса «Мисс и мистер студенчества». Поэтому практически ни один российский финал не обходится без победителей из нашего региона. Надеемся, что так будет и в этом году. Ждать осталось недолго. 1 марта стартует финал конкурса, начинается весна и начинается путь к другому событию – фестивалю «Российская студенческая весна», который совсем скоро примет Ставропольский край. Андрей Шворнев, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.